здравствуйте с вами передача бизнес время у нас в гостях андрей кузьменко архитектор здравствуйте у нас уже был в гостях архитектор уже именитый Игорь Саенко вот теперь я решил пригласить уже более молодую плеяду архитекторов нашего города Днепр Андрей расскажите немного о себе как вы пришли вот к тому что вы хотите стать архитектором вот как вы к этому шли я знаю что вы уже в своем молодом возрасте имеете определенный успех ну мы поговорим немного позже вот пожалуйста на самом деле моя творческая как бы карьера началась но я бы не сказал что спонтанно потому что я родился довольно-таки творческой семье у меня отец скульптор а мама архитектор ну соответственно я с детства как бы этим жил все время был уже в среде я был там постоянно в мастерских на стройплощадках то есть я как бы через это все прошел в детстве и как бы у меня уже как бы сформировалось видение что мне ближе чем я хочу заняться и собственно поэтому я пошел строительную академию на архитектуру отучился закончил и в принципе во время учебы у нас была практика которым проходили на предприятиях и как бы на одном из предприятий остался ну что мне помогло как бы пойти именно на в ту фирму которую как бы я хотел это во первых знание которое имел софта на тот момент я как бы начал изучать программу ревит эта программа для для компании autodesk да это компания autodesk ну грубо говоря компания для строительной отрасли в которой проектируется здание сооружения ну и проектируется не в плане там обычного черчения или рисования а это полноценное 3d моделирование то есть бим проектирования и в котором как бы все смежники завязаны все в одном файле работают все в 3d модели как бы интуитивно ну как бы умная модель и все изменения они видят по большому счету оборудование да 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 ну как бы это сделано с целью как бы избежать коллизий то есть коллизии в проектировании хватало как мы все знаем то как бы строительство это такая специальность где без этого никак ну и соответственно если есть возможность избежать таких там проблем то лучше это как бы делать и в принципе в процессе обучения то есть я освоил данную программу и на практику я пришел не просто там по кому-то распределению не просто там сам куда-то там ходил узнавал ну это все благодаря интернету фейсбуку то есть а какую роль академия сыграла вот именно в обучение современным средствам проектирования ну на самом деле как бы это странно не звучало то академия таких навыков и знаний не дает то есть это как бы более общие какие-то понимания знания и так далее но может быть это это принципе зависит от человека для кого-то может быть это имеет какую-то там ценность важность для кого-то это меньше но для меня это было не настолько важным потому что я как бы в этом уже жил я это все видел и на стройплощадках был ну как бы в детском возрасте потому что мне это все интересовало здесь наверно больше был какой-то свой интерес и желание освоить какой-то софт в котором не нужно там рисовать палочки кружочки и текст набивать что-то более как бы интересное и так понимаю палочки кружочки это автокад да это автокад ну на самом деле многие проектировщики до сих пор так работают но как бы с технологиями сегодняшнего дня это немножко странно звучит когда там взрослый человек сидит рисует палочки и кружочки когда как бы можно полноценно создавать здание как бы копию только в компьютерном виде ну и соответственно получать не просто его геометрию получайте там физические свойства все по зданию и так далее то есть это удобно для подсчетов материалов объемов площадей ну количество элементов и так далее ну то есть то везде и для я понимаю что именно вот в дальнейших подсчетах материалов до составе спецификации и кроется одна из проблем конечно ошибки и так далее так далее ну ошибка везде она присутствует там 10 человеческий фактор потому что человек как бы склонен к тому что он как бы эмоциональное существо он также может болеть может что-то забыть не может что-то случиться в таких вещах которые требуют большой точности но это как бы недопустимо когда это случается соответственно появляются какие-то коллизии неприятности неприятные эмоции испытывают то есть все кто вовлечен в процесс поэтому как бы благодаря как бы использованию правильного софта мы минимизируем как бы все эти моменты а как технологически это выглядит ну как вы работаете вот так как мы работаем обеспечении у себя в мастерской ну в любом случае есть какие-то исходные данные всегда и это зависит каждый раз от объектов то есть если это какие-то сложные архитектурные вещи или технологичные то есть технолог есть человек который там какую-то технологию должен внедрить в структуру здания если это что-то попроще то это может быть там на плане интерьера то есть это обычный там мы получили план бы ты из-за сделали замеры но когда мы приступаем к работе мы конечно же отстраиваем модель но в идеальности как она как бы есть в реальном виде то есть вы полностью полностью воссоздаете или создаете копию до 3d модели и потом уже с ней работаете для получения различных документов там спецификации там чертежей и так далее и так далее да 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 конечно ну именно в таком виде то есть даже если грубо грязь да не существует тот же рельеф то есть он создается по съемке от геодезистов там в пару кликов то есть мы получаем уже готовы это по съемку то которая насколько ускоряется процесс проектирования ну здесь это довольно таки узко специализированный вопрос то есть на самом деле для людей которые в отрасли они как бы могут это понять для людей которые там не сильно с этим сталкиваются для них как бы разница в этом нет но здесь идея заключается в том что в ревите нужно всегда перед началом работы понять что вы хотите получить в конце то есть во первых это структурирует структурирует понимание тебя как человек который что-то хочет сотворить как бы организовывать твои мысли потому что ты должен понять каким инструментом ты хочешь добиться в конце результата соответственно благодаря тому что ты понимаешь что ты хочешь получить ты составляешь правильную очередность действий если сравнивать это с тем же там автокадом то ты сел и погнал рисовать палочки то есть тебе ты не думаешь о том как тебе это там оптимизировать ускорить и так далее хотя даже в автокаде есть моменты как это можно ускорить но ускорить это можно не до той степени как это делается в ревите то есть если взять среднестатистического там архитектора который там что-то разрабатывает в автокаде то это как бы за единицу времени мы берем допустим единицу да в ревите можно сделать тот же отрезок работы там четыре-пять раз быстрее то есть это зависимости конечно от сложности объектов вот задач которые стоят перед архитектором но на самом деле это отражается не только просто в скорости но и в качестве то есть потому что мы таким образом убираем частично проблему человеческого фактора то есть благодаря автоматизации мы как бы не занимаемся там ручным подсчетом каких-то элементов и так далее то есть это то есть где часто допускаются ошибки да 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 то есть подсчет арматуры или там плитки тротуарные на тротуру любой отделочный материал но не только отделочный конструктивный то есть он как бы требует конечно же до монтажа каких-то закупок и так далее ну делать это по факту как-то немножко неприлично и как бы неправильно наверно потому что как бы все исходные данные должны быть теми которыми должны быть настройки как они должны прижать настрой площадку и так далее и на самом деле это также приносит какую-то организацию и настрой площадку потому что у них все цифры корректные то есть наглядно видит и заказчик цифры еще наверно удобно работать смежным специалистом да конечно со смежниками мы работаем вместе в одной модели удобность заключается в том что конструктор видит то что делает архитектор те кто или то что делать конструктор потому что модели ссылки друг друга связаны и у архитектора как бы его разработку не входят те же конструкции но у конструктора аналогичную архитектурой не входит ну отделка и так далее и это позволяет избежать очень многих коллезий потому что процессе проектирования очень много оправок очень много изменений там те же конструкторы они могут там менять сечение каких-то конструктивных элементов и благодаря тому что это все в одном файле но интерактивно изменяемое и все видно и также инженеры по сетям то есть они видят все изменения которые и в архитектуре и в конструктивных элементах здания то есть это намного как бы ускоряет процесс работы андрей давайте отойдем ну несколько таких сухих технологических вопросов до перейдем более приятным я знаю вы участвовали в конкурсе да и получили приз какой-то да расскажите пожалуйста что за конкурс что он вам дал как архитектору вот как он влияет на получение заказов и ну и самое главное что вас побудило участвовать в нем ну на самом деле конкурс довольно таки известно это интерьер года то все украинский конкурс на котором бы архитекторы и дизайнеры представляют свои интерьеры которые не как бы сделали за год ну на самом деле мы конечно же хотели участвовать конкурсе но в процессе работы всегда у вас там куча объектов задач которые нужно постоянно делать и мы как бы себе такую цель не ставили чтоб там конкретно там что-то подавать то есть мы подали уже там чуть ли не на самом финише когда там уже заканчивали заявки на прием и работ подали мы наш объект это ресторан терраса это не пар пассаж центре города пятый этаж то есть вы как настоящие студенты готовились в самый последний момент ну даже не готовились просто решили поучаствовать на самом деле да может быть нельзя сказать как студенты потому что ну как бы у нас все готово было просто нужно было материал подать и все ну конечно же это было спонтанно в последний момент и я имел ввиду вы поступили по студенческой и получили собственно премию по ресторанам нам это было очень приятно конечно же это нас мотивировало конечно же мы подняли цены за свои услуги потому что ну как бы это ну во первых то что это приятно для нас во вторых то что как бы это все как бы видят и люди которые к нам обращаются за проектными работами и в принципе для себя это даже дает какой-то приятные эмоции и уверенности это оценкам уже вашего профессионализма то есть я я буду думать это первая ступенька это первый конкурс из таких да это первый но если считать то что мы довольно таки молодая мастерская то есть мы три года только работаем то как бы да ну так общий для мастерской тогда первый конкурс такой скажите а что вы можете посоветовать вот молодым архитектором участвовать конкурсах ну я слышу разные мнения по этому поводу вот насколько то будет им это полезно ну на самом деле вот если для молодых там студентов кто выбрал для себя в дальнейшем заниматься как бы этой деятельностью я всячески рекомендую участвовать во всех конкурсах потому что пока вы студенты у вас есть во первых время во вторых пока вы студенты эти все конкурсы они довольно таки концептуальные вы можете полет морщи свои задор еще есть да то есть это все можно как бы реализовать пускай даже это будет бумажная архитектура но как бы во первых это мотивирует вас вы как бы участвуете в конкурсах ездите как бы на них общаетесь это как бы с другими архитекторами и самое главное чтобы вся ваша жизнь как бы протекала в этой среде то есть в этом нужно жить ну грубо говоря архитектура вот как бы для меня это ну конечно же это деятельность занятость такой-то вид бизнеса но по большей степени для меня это стиль жизни потому что для того чтобы создавать какой-то результат какие-то идеи воплощать они же откуда также берутся то есть ну способствует этому ну во первых поездки то есть это конечно же нужно участвовать конкурсах ездить там за границу смотреть на опыт других архитекторов как бы всегда то есть питаться той средой в которой ты живешь постоянно подходить к этому с анализом то есть когда вы приходите в какое-то заведение или смотрите на какое-то здание постоянно у вас идет анализ вы смотрите как она сделан как мы реализовано ну и конечно же благодаря то есть постоянному такому пребыванию в этой среде то есть у вас и как бы рождаются свои какие-то мысли идеи как это все в апреле что вы посоветуете начинающим архитектором сразу окунаться в скажем так в океан бизнеса и говорит все я готов организовывать свою студию и работать или же пойти поучиться после института еще именитым мастерам архитектуры вот чтобы по этому поводу сказать ну на самом деле да у меня тоже были размышления по этому поводу и я будучи студентом также об этом всем думал через это все прошел и ну сейчас на данный момент я могу сказать с уверенностью что можно смело брать и делать но если допустим не хватает какой-то уверенности там есть какие-то сомнения ну конечно же можно пойти в какую-то фирму поработать там посмотреть как это все делается пожить в этом и тогда уже определяться нужно это вам или не нужно но есть также такое заблуждение у молодых людей когда они думают что вот я учусь в институте никому я пока не нужен мне нужно получить диплом и только после диплома я что-то там куда-то пойду устроюсь а то меня спросят про диплом на самом деле это такое ну как бы заблуждение или самоотмазка чтобы как бы не побуждать себя к действиям на самом деле нужно как бы брать и делать сразу работать начинать нужно уже будучи студентом конечно конечно и тогда уже после окончания вуза но после окончания вуза наверно даже поздновато это уже не те же можно работать до уже можно работать будучи студентом и таким образом после окончания вуза по большому счету за иметь свой путь но это на самом деле просто ускоряет как бы твой путь как бы как архитектора то есть не нужно как бы после окончания института с нуля это все проходить а в принципе когда ты студенты учишься у тебя времени как бы полно то есть время на обучение на какие-то ошибки и так далее но ведь архитектор по большому счету он всю жизнь потом учится да да это такая профессия в которой интегральная профессия до нужно знать очень многое а какие области знания вот вернее на какие области знания нужно обратить внимание молодому архитектору ну на самом деле только это происходит у нас то немножко может быть странно звучит для людей которые не в отрасли но архитектора такая специальность которой нужно совмещать много специальностей но в первую очередь нужно понимать что конечно же это творческая специальность но как бы не так много в ней творческого как многие думают со стороны потому что много операций рутинных много операций которые связаны больше там с инженерией то есть архитектура может быть занимает там 10 15 процентов а дальше это все как бы работа с инженерными моментами с технологиями с технологиями да конечно и как бы рынке сегодняшнего дня и тенденция приводит к тому что архитектор как бы должен быть 50 процентов архитекторов 50 процентов архитектор и 50 процентов программист потому что еще и если он хочет организовывать свой бизнес то быть еще и предприниматель конечно то есть таким образом процентное отношение смещается смещается и в принципе для людей которые открывают там свои какие-то мастерские молодые им нужно это понимать и нужно понимать что ну как бы одному это сделать сложно потому что у каждого человека есть свои какие-то моменты которые мы более склонны более ближе ну к примеру как вот у нас мастерской мы вместе с партнером делаем то есть он как бы него есть свои плюсы не свои ну благодаря тому что мы работаем в команде то есть это все как-то компенсируется и дает результат как бы больше то есть это еще также немаловажно как бы командную работу построить правильно то есть у вас команда есть есть соответствующий бизнес-процесс да вот буквально кратко расскажите о нем как вывод построить этот бизнес как он работает ну как я уже говорил мы бы мастерская молодая нам три года всего до этого мы работали в других там проект на организациях разных в один прекрасный момент мы просто решили поработать вместе взяли первый объект да кстати как вы его получили это по рекомендации это по рекомендации от другого архитектора то есть он нам дал объект и в принципе когда мы начали работать вместе мы получит получили даже не один объект а сразу же два то есть один был это автомойка и второй объект это ресторан и в принципе наша деятельность сейчас связано больше с архитектурой но мы также делаем интерьеры общественные то есть это в основном общепиты рестораны кафе гастропабы и так далее ну и как бы мы как на первом объекте взять ну то есть первый наш объект был ресторанной в эту нишу дамы вошли постоянно ее дала и пошла рекомендация собственно и таким образом как бы она идет то есть по большому счету наиболее как я понимаю да сегодня эффективно продвигать себя это через рекомендации да у нас принципе наверно 90 процентов всех объектов это рекомендации когда ты делаешь один объект ну и как бы люди между собой общаются встречаются посещают эти как бы здания заведения ну и как бы всегда конечно спрашивать кто делал таким образом как бы это все хорошо андрей тогда уже вот под конец нашей передачи что вы можете порекомендовать архитектором буквально в двух трех предложениях ну если это идет речь о молодом поколении да мы сейчас говорим они ну конечно же первую очередь это брать и делать все второму чем уже говори надо да второй момент таки мы возвращаемся надо не бояться в любом случае любом случае и второй момент это для себя нужно понять что это стиль жизни и как бы жить постоянно как бы этим только в этом случае как бы это приносит и как бы моральные какие-то удовольствия и финансы финансовые да то есть когда но как бы все работает гармонично но вот на этом мы и закончим андрей спасибо творческих успехов с нами был андрей кузьменко архитектор спасибо за внимание